Дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, мы приветствуем вас еще раз на нашем четверговом онлайн богослужении. Напоминаю, что мы регулярно проводим трансляции наших богослужений, как воскресных, так и четверговых. Поэтому, если вы еще не подписались на наш YouTube канал, пожалуйста, подписывайтесь. Этим вы окажете нам хорошую поддержку, нашему служению. Также не забудьте поставить оповещение, чтобы не пропустить что-то интересного. Ну и делайте репосты, комментируйте нашим видео. Это помогает нашему каналу подниматься в ранжировании поисковых роботов. И тем самым больше людей смогут увидеть то Евангелие, которое звучит на нашем YouTube канале. Вообще, сейчас такой век цифровых технологий. И так называемый цифровой информационный континуум, инфополе еще это называют. То есть, вот это все обилие информации в нашей жизни, в нашей среде. И сейчас, чтобы быть как-то достучаться до людей, чтобы люди узнали о нас, мы также должны присутствовать в этом инфополе. Потому что сейчас все там, те, кто и производит валенки, те, кто производит телевизоры, те, кто еще что-то делает. Все, кто хочет, чтобы люди о них узнали, узнали какую-то информацию, они присутствуют в этой вот глобальной сети интернет. Поэтому, друзья, вместе с вами давайте будем распространять это Евангелие. Ведь наш контент на нашем сайте, на самом деле, он духовный. И среди всего обилия, всего прочего, мы можем говорить людям о спасении. Сейчас, вот в это время формы евангелизации, конечно же, меняются. Они становятся другими. Я помню, как когда-то еще десятилетним мальчиком раздавал вот эти новые заветы. К нам в город приехали миссионеры из Канады. И мы раздавали, ездили по всему югу, Тюменской области, по Курганской области, вот эти вот новые заветы. Это была вот такая евангелизация того времени. Сейчас, конечно же, все происходит по-другому. И сложно подойти к людям на улице и начать рассказывать о Христе. Но у нас есть хорошая возможность. Интернет – это как дверь в каждую квартиру, в каждый дом. Потому что интернет сейчас есть везде. И таким образом, я считаю, сейчас мы можем даже более успешно с помощью вот этих вот ссылок, которые мы распространяем, с помощью того контента, который мы создаем, мы можем распространять знания о Иисусе Христе в этот мир. Ведь сеть, как я уже говорил выше, информационный континуум, он стал неотрывной частью нашей жизни. Большой, неотрывной частью нашей жизни. И сейчас в современных реалиях уже выросли другие люди, которые уже не стали взрослыми. Те люди, которые не представляют уже свою жизнь без интернета. И если мы еще поколение, кто постарше, помнит, когда еще не было телефонов, не было вот такой коммуникации цифровой друг с другом, жизнь была другая. И вот сегодня, если даже я, кто это помнит, кто вырос без смартфона, вырос без интернета, я ощущаю какой-то недостаток, если вдруг что-то случается, и у меня пропадает доступ в интернет. Вот представьте, вот убрать доступ в интернет, и как-то что-то ушло уже получается. Ты ощущаешь какую-то нехватку. Может быть не все, но я думаю, большинство со мной согласится. Так вот, сейчас жизнь другая. И сеть, интернет, и это инфополе, оно оказывает колоссальнейшее влияние на нашу с вами жизнь, друзья. И я еще раз повторюсь, выросло поколение людей, которые уже вообще не мыслят жизни без интернета, для которых знания какие-то, еще что-то, они связаны с интернетом. Однажды мне мой сын сказал, он что-то не мог мне ответить, я говорю, ну как же так, ты этого должен знать. Мой сын сказал, папа, есть же интернет, можно всегда посмотреть. То есть эти люди, они мыслят уже по-другому. И мы также уже начинаем мыслить. Поэтому мы должны быть там. Ну, вот среди вот этого, массы вот этой информации, среди засилия вот этой вот информации, мы знаем, что большинство этой информации, оно не несет правды Божьи. Скорее наоборот. И как современному человеку вот не поддаться давлению этого вот глобального инфополя, того поля, которое вот всей этой информации различной, которая давит на наш с вами разум, друзья. Как этого избежать? Как избежать того, чтобы вот мое сознание, как-то вот подсознание, надсознание, сверхсознание, да хоть как, вот все то, чем являюсь я, оно не было подвержено вот этому губительному воздействию, то есть той вот части губительной этой информации, чтобы она на меня не влияла. Потому что я не могу сейчас как-то даже уже разделить свою жизнь. Она полностью повязана вот с этими глобальными, с большими потоками информации, которые на нас влияют. И всем известна проблема, что если раньше был как, ну, недостаток информации, сегодня ее наоборот переизбыток. И как мы можем выстоять? То есть понятно же, что ответ один — это Слово Божие, это заповеди нашего Небесного Отца. То есть это тот ориентир, который, как и всегда, как и в прежние времена, когда не было вот этого интернета и всего прочего, люди ориентировались на Слово Божие. Сейчас реалии изменились, и что, ну, поменялась наша жизнь, поменялся уклад жизни. Но по-прежнему Слово Божие, оно ведет нас. И заповеди нашего Господа, они как тот путеводитель, и мы должны ориентироваться на них и смотреть. Ведь среди, со всех сторон на нас льется различная информация. И вот в этом глобальном континууме информационном есть различные секторы, которые так или иначе относятся к различным областям нашей жизни. И сейчас, допустим, актуализируются какие-то вот эти различные политические давления на информацию, и информационные давления, сбросы. Я долго думал, говорить об этом или нет, но вот все-таки решил сказать. Одни хотят, чтобы мне внушить, что как я живу здесь плохо, и что я должен пойти куда-то и чего-то добиваться на митингах. Другие, наоборот, объясняют мне, как я хорошо здесь живу, и то, что я должен кушать свои макарошки и быть всем довольным. И я считаю, и те, и другие пытаются повлиять на меня. Но это у них профессия такая политическая, это понятно. Но тем не менее, как одни, так и другие, они хотят, чтобы я мыслил именно так, как им нужно. Они хотят, чтобы я поступал именно так, как им нужно. Друзья, нам нужно это понимать. Я ни за тех, ни за других. Я считаю, что это актеры одного театра, играющие разные роли. Но если уж разбираться, то тогда уж с режиссером. Ведь правда? Ну, с этими все понятно. Как я уже сказал, у них такая профессия влиять на человеческие разумы, чтобы мы именно действовали в их интересах. Но есть еще другой огромный пласт, который также присутствует в инфополе. И это так называемый и нейтральный контент, на мой взгляд, совершенно бесполезный. Как-то однажды я нарвался на видео, в котором внедорожник ездил туда-сюда по площадке и давил различные предметы. И все. И это видео на несколько часов. И там столько просмотров. Я удивился, что там смотреть. Это бесполезная, простите, тупешка я называю это. Такая информация, она вообще ничего не несет. И она также деструктивная. Различных много так называемых сейчас, как это слово, челленджей, когда покупают какие-то ребята, допустим, покупают упаковку газировки, и потом прыгают на нее там с пятого этажа, ну не с пятого, вернее, там со второго этажа, или сбрасывают что-то. Оно все лопается, бросается. То есть вот такой информации много. И люди это смотрят. Зачем это? Друзья, есть также, ну это ладно, Но также есть много информации, которая, скажем так, откровенно вредная. Это так называемая индустрия для взрослых. Это прочие какие-то вещи, которые откровенно, явно греховные. И этого много. Различные видео, фото, аудио, текстовые, различные сообщения, засоряющие наш с вами разум. И не несущие правды Божьи. И это, хотим мы того или нет, мы постепенно все равно этим напитываемся. Потому что наши глаза это все равно видят. Наши уши это слышат. И наш разум, он в той или иной степени воспринимает все это. И как, я еще раз повторюсь, как нам избежать вот этой всей информационной, скажем так, грязи, которая марает наше сознание. Я повторюсь, это Слово Божие. Это заповедь Господа нашего Иисуса Христа. Это Божья любовь, которая прописана в Библии и на которую нам нужно ориентироваться. И среди всего этого мы можем найти правильную дорогу и правильный путь. Не так давно в одном из офисов, которые я посещаю периодически по работе, женщина одна, она знает, что я верующий, она спросила меня, Сергей, мы вот разговаривали в семье о Боге. Они не верующие. Ну вот такие диалоги происходят. И мы пришли, она говорит, к выводу о том, что Бог жестокий. Почему Бог такой жестокий? Я удивился. Я вроде всегда про любовь Божию рассказываю. А тут мне говорят, что Бог жестокий. Ну как же она говорит? Бог изгнал человека из рая. Бог навел потоп, погубил первый мир. Бог уничтожил Содом и Гоморру и прочее, прочее, прочее. И я задумался, какой же дать ей правильный ответ. И решил дать ответ развернутый. Я начал ей объяснять следующее. Когда-то Бог сотворил мир. Бог творил мир своим словом. И я лично понимаю это так, что Господь, Он своим словом изрекал законы бытия. И посредством этих законов формировалось мироздание. В этом мире ведь все действует и движется и существует по законам. А если есть законы, есть и законодатель. Ведь правда же? И Господь, Он создал все эти законы, которыми мы с вами и живем. в процессе сотворения, изрекая их. И посредством закона Он также регулирует наши жизни и участвует в ней. И как пример можно привести здесь закон всемирной силы тяготения, который сводится к тому, что тела с большей массой притягивают к себе тела с меньшей массой. Таким образом, Господу не нужно вот удерживать нас всех на земле, чтобы мы не улетели в космос. Земля нас притягивает. Это закон, изреченный Господом, когда Он сотворил мир. И атмосфера, и мы все, мы притягиваемся к земле. Также луна не улетает от земли, притягивается. А земля, в свою очередь, под силой, вот в силу, вернее, этого закона, Земля, она движется по орбите вокруг Солнца. Мироздание упорядочено, в том числе, вот этим законом, силы притяжения. И одни законы мы с вами понимаем. Ну, частично, может быть, мы разобрались в чем-то, человечество. И сегодня мы знаем закон Ома, закон Кулона, еще какие-то физические законы. И мы называем это то, что физика. Ну, а то теперь давайте представим, что, допустим, кто-либо человек с современным гаджетом, с тем же самым телефоном, коммуникационным, вот этим вот гаджетом, на котором вот сейчас, в принципе, он есть практически у всех. То есть, я считаю, больше 90% населения Земли так или иначе имеет какие-то гаджеты различные. смартфоны в данном случае. Так вот, человек со смартфоном попадает в прошлое, на несколько столетий назад. И начинает показывать людям, у него батарейка еще не села, и он начинает показывать людям современным тому времени какие-то видео, сохраненные на его вот этом смартфоне. Видео, аудио, что-то. Как вы думаете, какова будет реакция тех людей на вот этот вот предмет? они скажут, о, это какое-то чудо, это что-то волшебное, это что-то сверхъестественное. Ну, или давайте представим, что тот человек попадет в наше время. Он будет удивляться, он говорит, какие здесь все волшебники живут. Как-то свет, раз, сейчас, знаете, умный дом, можно сказать, свет загорись, раз и свет загорелся. О, какое заклинание. Понимаете, о чем я? А для нас это обычные вещи, физика. Мы в этом сегодня разобрались в чем-то до конца, в чем-то частично, в этих различных законах, по которым живет и функционирует этот мир. И с помощью этого мы получили технологии современные. Так вот, повторюсь, то, что мы понимаем сегодня, мы называем физика, а то, что мы не понимаем, мы называем сверхъестественное. И вот это сверхъестественное, которое мы, вернее, естественное, которое для нас сегодня естественное, оно может быть и было бы сверхъестественным для тех людей, которые жили раньше. Мы не знаем, что сверхъестественное для нас сегодня станет естественным через 100, 200, 300 лет. Но я думаю, что те люди также будут смотреть на нас и удивляться Какие мы были древние, как мы не понимали Как же мы не додумались до этого Возможно О чем это я? О том, что все в мире в этом движется по законам И те же духовные законы различные Еще что-то мы называем это так или иначе Но с позиции божественного мироздания С позиции божества Я считаю, что это просто то, что он установил И что-то нам пока просто не открыто И возвращаясь к примеру С силой притяжения И моим ответом вот этой женщине Которая меня спросила, почему Бог жестокий Я хочу вот к этому сейчас вернуться То есть мы же не говорим Когда человек, который упал с какой-то высоты И разбился Мы же не говорим Какой жестокий закон притяжения Господь ввел Какой жестокий закон притяжения Господь установил Как это несправедливо Но мы так ведь не говорим Что вот этот закон притяжения, он жестокий Он просто есть И если человек нарушает этот закон Таким или иным образом То он подвергается силе его воздействия Понимаете, о чем я? То есть тут невместно говорить о жестокости какой-то Господа У нас есть заповеди У нас есть заповеди, которые мы должны исполнять И которые исполняя, мы будем в безопасности И даже наоборот Вот чтобы не подвергаться воздействию Вот этого силы закона притяжения То есть деструктивной его части Которая может нам навредить Люди ставят бортики Ограничения Чтобы если там обрыв Чтобы человек не упал Есть какие-то вот ограничения Какая-то защита Так это и есть Божья заповедь Друзья Это и есть Божья заповедь Чтобы нам не разбиться Если проводить аналогию с этим законом Силы притяжения Это закон Упадешь, разобьешься Поэтому есть бортик, за который нельзя заходить И если ты Тем более зная Перелезаешь через этот бортик То шансы твои пострадать Они увеличиваются Многократно Ты намеренно Нарушил заповедь Перелез через этот бортик Так кто виноват? Жестокий закон И этот жестокий законодатель Который установил эти законы Или ты, который нарушил Закон, которым содержится Мироздание, я повторяю В том числе Оно и силой притяжения И оно содержится силой других законов И духовных в том числе Про которые Господь нам и сказал Чтобы нам было хорошо Здесь на земле Он дал нам заповеди Он сказал Не укради Не убей Не лги И прочее, прочее, прочее Для нас это кажется А, да бортик Перелезу Ничего А там обрыв Может быть его не видно Мы просто не понимаем этот закон Мы может быть что-то не видим Но тем не менее Он там есть Я хочу прочитать сейчас Место из священного писания Это послание к римлянам 7 глава 12 стих Апостол Павел пишет здесь Посему закон свят И заповедь свята И праведна И добра Заповедь Праведна И добра И если мы будем придерживаться Заповеди Божьей То В нашей жизни Риски Вот Как-то сорваться Что что-то произойдет Они сводятся К минимуму Это конечно я не говорю сейчас Что Все Ты будешь как сыр в масле кататься Вся твоя жизнь Она только вверх попрет Возможно нет Но заповедь она свята И добра И праведна И По крайней мере Пока ты Вот в этой В Божьей воле Пока ты не перешел Вот эти бортики У тебя Больше Шансов На то Что все будет хорошо Я так верю Заповедь Дана Чтобы нам Жилось Хорошо Она дана нам на добро А не иначе Друзья Поэтому Нужно понимать Что это Совсем Не для запрета Это не для того Что Бог Вот нам Позапрещал Все Вот это 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 нельзя Это для нашей С вами безопасности Для нашей Защиты Это как Бортик Как граница За которую Заходить Опасно Нарушая Вот эти вот Просто Границы Нарушая законы Человек Сам себя вводит В опасную зону Когда он Не следит За тем То есть Игнорирует Законы Которые Ну может быть И не понимает Но Есть определенные Правила И Как пример Если попадет Какая-то Коррозия Допустим Да Вот на машинах Бывают рыжики Если попала Коррозия Туда Рано или поздно Пусть это будет Не сразу Ну У одних машин Это быстрее Произойдет У других Это позже Произойдет Но тем не менее Если ничего Не предпринимать Она разъест Что-то Произойдет Повторюсь Деструктивное Какое-то Воздействие Греха Оно все равно Произойдет Если мы не будем Соблюдать Если мы не будем Буддить за тем Где я нахожусь По какой По какому С какой стороны Вот этой вот Границы Если она у меня Будет размытая И я не буду Понимать Вот этих вещей Поэтому И Происходят потом В жизни людей Различные Проблемы Накапливаются Отсюда потом Начинаются Болезни Большинство Отсюда Начинаются И Разводы И Различные Разрушенные Отношения И прочее Прочее И долги Люди Залазят И далее И далее И далее Потому что Не соблюдают Или не во всей Полноте Соблюдают Какие-то Божьи Постановления И установления Не всегда Мы заботимся В своем сердце Чтобы Исполнить Все что Сказал Господь Мы не зря Ведь говорим Броня Праведности Это в Библии Написано Что Оденьте Броню Праведности Что это значит Когда Ты Бдишь Над Божьим Словом А Божье Слово Оно Охраняет Тебя Когда ты Поступаешь Правильно В соответствии Потому что Еще раз повторюсь Есть Законы Определенные Бытия Которые Мы Может быть Не понимаем Которые Мы еще Не поняли Но Которые От этого Не перестают Быть И не перестают Действовать И мироздание Оно утверждено Господом На основании Его Законов Еще Хочу Прочитать Одно место Это Бытие 18 глава К слову О Содоме Игаморе Бытие 18 глава 20 стих И сказал Господь Вопль Содомский Игаморский Велик он И грех Грех Их Тяжел он Весьма Сойду И посмотрю Точно ли Они поступают Так Каков Вопль На них Восходящий Ко мне Или нет Узнаю Вопль Друзья Вопль Там Не просто Вот Люди Грешили Там что-то Вопило Господу Вопияло И знаете Это как Язва Это как Какой-то Вот Нарыв Который На лице Земли Был Написано Вопль Содомский Велик Он Написано Вопль Содомский Гаморский Велик Он Мироздание Оно Велико Глубоко Оно Глобально Оно Вселенная И Мы Люди Не Зная Вот Малой Толики Всего Беремся Судить О Господе О Его Поступках О каких-то Вещах О процессах Которые Происходят В нашей Жизни Мы Не Мы Должны Этого Делать Нам Господь Дал Определенные Установления Господь Дал Нам Как Нам Проходить Как Нам Жить Среди Вот Этих Законов Он Нам Обрисовал Границы Человечеству Что Можно Что Нельзя И Первые Люди Для них Была Одна Граница Вокруг Дерево Познание Добра И Зла Во всем Остальном Они Были В Безопасности Они Потому Что Были В Божьей Воле И Пока Они Не Нарушили Вот Это Никакие Другие Факторы На Них Не Могли Подействовать Но Это же Не Бог Жестокий Это же Не Бог Жестокий Это Люди Сами Решили Стали Решать Что Хорошо Что Плохо Как Следствие Того Что Вкусили Плод С Дерева Познание Добра И Зла Человек Вкусил И Сам Стал Решать Что Хорошо И Что Плохо Не Зная Всего Того Что Знает Господь Который Сам И Установил Все И Человек Вкусил И Теперь Сами Мы Решаем И мы до сих пор Вот это и пожинаем Мы Сами Решаем Что Для Нас Хорошо И Что Для Нас Плохо И Порой То Что Мы Думаем Что Для Нас Хорошо Оно Идет Вразрез С Законами Мироздания Ты Ты Думаешь Что Это Хорошо И Ты Суешь Руку В Огонь И Рано Или Поздно Ты Обожжешься Это Закон Горения Но В теле У нас Есть Вот эти Рецепторы Которые Позволяют Нам Почувствовать Жар А Если В Какой-то Другой Области Какой-то Другой Огонь Тот Которого Мы Не Знаем Как Он Действует Но Это Тоже Огонь Своего Рода И Мы Туда Заходим На Эту Территорию И Постепенно Обгораем Не Чувствуя А Там Опасно А Господь Говорил Не Надо Туда Не Ходи Не Кради Не Убивай Ты Сжигаешь Какую-то Функционирует Ты Нарушил Ты Сам Решил Что Тебе Хорошо Что Плохо Понимаете О чем Я Вот Это Заповедь Которую Дает Господь Это Все Не Просто Так Установлено Это Не То Что Господь Просто Вот Не Хочу Чтоб Вы Вот Это Делали Или Вот Это Он На Нас Заботится Мы Читали Выше Закон Свят Заповедь Свята Правильно И Он О Нас Заботится Заповеди Это Вот Эти Бортики Через Которые Не Надо Переходить Которые Не Надо Ломать Эти Границы Не Надо Размывать Друзья Они Должны Быть В нашем Сердце Как Случаем С Содомом И Гамурой Что То Там Они Такое Сделали Уже Что Вопль Просто Земли Он Дошел До Небес И Господь Говорит Я Сойду Посмотрю Точно Ли Так Это Как Знаете Обвинять В Жестокости Любящего Родителя Который Ведет Своего Ребенка Ну Допустим К зубному Вот У меня Был Такой Случай Мой Ребенок Проснулся И С утра И он У него Вопль У него Там Нарыв Зуб Флюс Зуб Болит Он Плачет Вопль И что Мне делать Осталось Конечно Я взял Своё Дитя Хотя Я знал Что ему Будет Больно И страшно Но я Отвел Его К стоматологу И мы Решили Эту Проблему Какой Я Жестокий В данном Случай Или Любящий Так Вот И здесь Что-то Подобное Написано Вопль Содомский Игаморский Велик Он Порой Происходят Вещи Которые Мы говорим Это Господь Виноват В своём сердце Может не кричим Но так Дум Почему Так Это А он Совсем Здесь Ни при чём Он Наоборот Нас Ограждает Есть Принципы Создания Существования Бытия Принципы Вот этого Мира Законы Установленные Которым Всё Движется И мы Не можем Их Игнорировать А Игнорируя Их Мы не Можем Потом Говорить Что Вот тот Или Иной Виноват Есть Заповеди Которые Нам Дал Господь Нам На Добро Конечно Сегодня Есть Ещё Одна Вещь Ещё Один Важный Фактор Святая Кровь Иисуса Христа Которая Чудесным Образом Покрывает Наши С вами Грехи Но Чудесным Образом Это Для Нас А для Бога Это Так же Естественно Всё Происходит Для Бога Это Происходит Всё Естественно Потому Что Это Его Мир Его Мироздание И Он Я так Понимаю Вот Нашёл Выход Чтобы Быть С нами Он Как Создатель Как Законодатель Вот Этого Всего Мира Наложил Такой Свой Как Сказать Современным Языком Свой Читкод Любви На Нашу Жизнь Он Через Это Позволил Нам Иметь Вход К Нему Туда В святость Нам Грешным Людям Но Ни один Из законов Он Не нарушен Этим Крови Иисуса Христа Ни один Из законов Мироздания Не нарушен То есть Вот это Вот Целостность Мироздания Целостность Законов Того Бытия Который Установил Господь Оно Не разрушено Этим А наоборот И То Слово Что Возмездие За грех Смерть Это Нам Сейчас Смерть Не грозит Но Смерть То была Все Исполнено Друзья То есть Иисус Христос Он Как написано Наоборот Он Подтвердил Весь Закон Он Наоборот Исполнил Все Закон И закон Пророков И закон Бытия И закон Мироздания Понимаете Законы По прежнему Все действуют И то Что Господь Установил Для каждого Из нас И вот Эти заповеди Которые Он нам Дал Оно По прежнему Все работает И без Этого Никак И поэтому Господь Он Как творец Он Не может Себя Отречься Он Создал И Это Он И Есть Написано Мы Им Живем И Движемся И Существуем Он И Есть Содержитель Этого Всего И мы Существуем В нем Глобально В нем Друзья Новые Заповеди Вот эти Которые Он нам Дал Которые Отличаются Кардинально От прежних Возлюби Иисус Христос Сказал Возлюби Вот эта Любовь Она и должна Нас вести Во всем И вот в этом В информационном В этой В информационной Вакханалии Про которую я говорил В самом начале Любовь Нашего Господа Она нас ведет Она отличается От того Что было До этого Раньше Были Заповеди Не Делай Это Не Делай То Не То есть Заповеди Ограничения Так называемые То Иисус Христос Он сказал Я даю вам Новую заповедь Возлюби Ближнего Возлюби Господа То есть Заповедь Стремления Вместо того Чтобы что не делать Он говорит Что нам делать Куда стремиться Чего искать Чего искать Любви И Когда Мы Вот так вот Смотрим На все И мы уже Смотрим В этом В инфополе Что приносит Мне любовь Что влияет На мое сердце Или вот Эта информация Она Она как На меня влияет Она во мне Гнев только лишь Вызывает Я думаю Это не полезно Нам Если то Что я смотрю То чем Меня напитывают Чем на меня Пытаются влиять Вот эти Те кто Создает Это все Это же для того Чтобы как-то повлиять Во мне Какую-то эмоцию Вызвать Что во мне Вызывает Вот она Заповедь Вот он Путеводитель Который ведет Нас среди всего Этого По нашей жизни Любовь Божья любовь Написано Возлюби И это Поможет мне Как Господь Дал мне эту заповедь Заповедь любви Пройти через Все законы Мироздания И бытия И быть в безопасности Быть в безопасности Под Божьей рукой И я знаю Что если я люблю То значит Я даже не с краю Не возле бортика Потому что Как мне узнать Это не Не заповедь Мне ее надо Потрогать Вот он бортик На краю Я к нему подхожу Не кради Не делай Не перелезай А то упадешь И я Вот он Возле бортика А если я Люблю Если я в любви Мне не надо Этого уже не Я стремлюсь Я в центре Безопасности Мне уже не надо Вот эти все Ограничения Мне надо То что мне нужно То к чему я стремлюсь Там оно и так Уже подразумевается В моей любви В том что Куда я иду Как меня ведет Господь В том новом законе В той новой заповеди И вот те уже Размытые границы Они где-то там Но они мне не страшны Потому что Я с Господом Его любовь В моем сердце И она движет меня И я направляюсь И как бы мир Не пытался Мне там что-то Мой путь размыть Но я в любви Это мой ориентир То что приносит Мне любовь То что наполняет Меня И я смотрю уже И в любви Все Апостол Павел Это пишет Что если я хоть что делаю Но нету во мне любви То я пустота Я ничто Это все пустое Новая заповедь Написано Даю вам новую заповедь Заповедь любви Любовь Помогает мне Ориентироваться Во всем Это то К чему я иду То К чему я стремлюсь То Что поможет мне Двигаться Вот Примерно так Я бы ответил Той женщине Господь не жестокий Господь не жестокий Это мы Ожесточились Сами Решив Что хорошо И что плохо Потому что Мы не знаем всего Мы не знаем Как устроена Эта вселенная Но мы по прежнему С упорством Сами хотим решать Это или то И хотя Господь нам Говорит Определенные вещи И я уверен Особенно верующим Людям У каждого В сердце Говорит Святой Дух Но мы упорно Стараемся Его голос Не замечать порой И не слышать Потому что Мы хотим Слышать другое Нам нравится Или с этой стороны Кричать за этих Или с той стороны Кричать за тех Или вообще Ни на кого не смотреть А куда-то В своих греховных Каких-то вещах Ковыряться А Господь Он Любовью своей Потихонечку Говорит Нет Не надо этого Возлюби Любовь Пусть тебя ведет Посмотри Здесь нет любви Здесь нет любви По причине беззакония Во многих Охладеет любовь А любовь Это главное Что нас Может провести По этому миру В этой жизни Так Чтобы мы Прошли по ней Успешно Но успешно Вот этот успех Он должен измеряться Не рамками И не критериями Этого мира А Божьими критериями Духовными его критериями Написано Собирайте себе Сокровища На небесах А не на земле И любовь Она Будет нашим Путеводителем В этой жизни Если мы Переживаем Любовь Искреннюю Если мы Переживаем ее От Бога Потому что Он и есть Начальник Всякой любви Он и есть Начальник любви На этой земле И даже Когда Вот мать Склоняется Над ребенком Я верю так Что это Господь Изливает На этого ребенка Свою любовь Через сердце матери Он наполняет Сердце матери И через нее Как через сосуд Изливает на него Эту любовь Господь Источник Всякой любви На этой земле Поскольку Он источник Он и есть Любовь И он и есть Тот ориентир На который Нам следует Ориентироваться На который Нам следует Идти Куда бежать Это не цель Ограничения Это Цель Достижения То к чему Мы идем То к чему Нам нужно Стремиться Друзья Слава Господу Это то что Я хотел вам Сегодня сказать И Давайте сейчас Помолимся еще Во имя Господа Драгоценный Наш Небесный Отец Я благодарю Тебя За Твою Любовь И милость Ко всем нам Спасибо Господь Что Ты Дал нам Эти заповеди Любви Ты дал нам Ориентиры В этом мире И как бы И как бы мир Не размывал Вокруг нас Границы Мы знаем Что Следуя за Тобой Следуя Твоей Любви Мы Идем Правильным Курсом И не Сбиваемся Спасибо Тебе Наш Бог Благослови Нас еще больше Любови Переживать ее И стремиться К Тебе Любить окружающих Нас людей Тем самым Исполнять заповедь Тем самым Проявлять Свою позицию В этом мире В этом обществе Спасибо Тебе Наш Бог Слава Тебе Наш Отец Аминь Аминь И мы Благодарны Вам всем За то Что Вы Поддерживаете Нас И пусть Господь Благословит Каждое Жертвенное Сердце И Мы помним Что Слово Божье Говорит Не обманывайтесь Бог Поругаем Не бывает Что посеет Человек То и пожнет Закон Сеяния Жатвы Он По прежнему Действует И конечно Оно Жатва Она не всегда Измеряется Финансами Но Любовь Стоит Над этим Над всем Друзья И Когда сердце Наполнено Любовью Тебе Хочется Давать И Давайте Будем Слушать Господа Во всем То Что Он Говорит Наше Сердце И Я благословляю Сейчас Всех Тех Кто Готов Жертвовать И Слава Господу За вас И Пожалуйста Вы Сейчас Можете Увидеть Видеоролик В котором Будут Рассказаны О тех Способах В котором Вы можете Совершить Свое Дорогие Друзья Мы Благодарны Каждому Кто Поддерживает Нас Финансово Если Вы Недавно Присоединились К нашему Служению То Совершить Пожертвования Возможно Всеми Доступными Способами Которые Вы Видите На Экране Вы Можете Перейти На Наш Сайт Нью Лайф В раздел Поддержать Нас Также При помощи Куар Кода В этом же Церковь Новая Жизнь Города Екатеринбурга Ввести Сумму И Назначение Платежа Пожертвования На Осуществление Уставной Деятельности Любым Другим Безналичным Способом По Реквизитам На Сайте Церкви Остались Вопросы Мы С радостью Ответим На них По Телефону 8 912 22 333 02 Когда Вы Жертвуете Вы Участвуете В деле Распространения Евангелия